Рад всех приветствовать дорогие друзья! Сегодня у меня на обзоре интересное игровое устройство от компании Nintendo. Nintendo вообще компания, которая постоянно радует своих фанатов различными такими коллекционными игровыми девайсами. Чисто для коллекции, для фанатов, для олдов выпустила очередную мини приставочку. В принципе вышла она несколько месяцев назад. У меня обзорчик такой запоздалый на неё, но тем не менее на первую версию, которая была посвящена Super Mario Bros. игре в красном цвете, я естественно делал обзор на такую портативочку. И также у меня были видео посвященные старым игровым консолям серии Game & Watch, которые вышли в 1980 году, а также конечно же очень популярные в России, в Советском Союзе серии игр электроника и М. Игра микропроцессорная, в котором там волк ловит яйца, ну погоди, космический мозг, веселый повар в данном случае. Про это был отдельный большой ролик, в котором я рассказывал про все вот эти вот портативные приставки серии электроника. Если не смотрели, обязательно посмотрите, ссылочка на него будет в описании. Но сегодня мы не про вот эти вот старые сегментные с сегментным экранчиком приставочки, а про то, как Nintendo радует своих фанатов и выпускает вот такие потрясающие вещи, как в корпусе собственно приставок Game & Watch выходит приставка уже с цветным полноценным ЖК-экранчиком и несколько встроенных игр с классической, как правильно, приставки NES. То есть предыдущая консоль там был Super Mario Bros. с NES, а здесь у нас несколько вариантов Зельды. Зельда с Game Boy и Зельда непосредственно с NES тоже. Ну и старая игра тоже с Game & Watch той эпохи. Вот, приставки я считаю исключительно в основном, конечно, для коллекции, просто чисто на полку. Я себе её, конечно, взял тоже на полку, потому что вещь интересная, вещь коллекционная. И чисто вот как бы, я считаю, для фанатов вот такой вот приятный бонус компания Nintendo делает, что очень хорошо. Потому что на полку вещь потрясающая. Стоит 5000 рублей, поставили и, в общем-то, в коллекцию у вас будет вот такая вот штукенция. Вообще, если бы вот оригинальные Game & Watch не стоили так дорого, я бы, возможно, потихонечку собирал бы коллекцию оригинальных Game & Watch. А по всему, что они стоят очень много, у меня лишь только одна из них. А вот, как вы знаете, из серии Electronic у меня приставочек, ну, штук 5-6, наверное, имеется в коллекции разных. Потому что их можно, конечно, купить подешевле. Итак, единственное, что я жалею, это то, что я продал вот Super Mario приставку. Надо будет обязательно её обратно себе купить. Итак, открываем, смотрим, ну и посмотрим, конечно же, в итоге потом, как всё это выглядит. В общем, коробочка, вот именно сама коробочка, она точно такая же, как вот продавались оригинальные Game & Watch. Они были именно вот в таких коробках. То есть, и здесь Nintendo прям играет на чувствах ностальгии фанатов, ну, в данном случае уже там американских фанатов, европейских, где эта серия приставок выходила официально. У нас же всё-таки ностальгия именно связана по серии Electronic, и там совсем другие коробочки были, немножко отличались. Ну, вот смотрите, серия Color Screen, Game & Watch, и вот такая вот коробочка. Что забавно, вот сама вот эта вот этикетка, она тоже сделана оригинально, то есть, заменяет экранчик. Когда мы достаем, тут у нас на экранчике совсем другое отображается. Вот, но Nintendo, они вообще молодцы, конечно, в плане упаковки, наверное, одни из лучших в игровом сегменте. Не был, конечно, но тоже очень круто всё. Так, инструкция здесь такая простенькая в комплекте идёт. Также здесь идёт кабель для зарядки, потому что это всё-таки не только приставка, но ещё и часы. В общем-то, из названия понятно, что Game & Watch. Часы и игра. И здесь у нас такой маленький кабель зарядки Type-C, естественно. Ненавижу microUSB, наконец-то электронная промышленность избавилась от microUSB. Это самого ненавистного, самого отвратительного разъёма в мире. И теперь есть только Type-C. Также вот здесь вот такая отштамповка в коробке для того, чтобы достать и сделать некую подставку для самой... То есть в предыдущей версии Mario там не было подставки, возможности. Нужно было что-то там, какую-то подставочку покупать, там для смартфона какого-нибудь, чтобы поставить её. Потому что если использовать как часы, то подставки-то нет. Поскольку в старых сериях Electronic или Game & Watch там была вот эта вот ножка такая специальная, которая позволяла её поставить. А вот в этих приставках ножки нет. И ставить её, соответственно, только какую-то специальную подставку нужно. Поэтому вот в данном случае Nintendo сделала вот так. Ну, я, естественно, доставать не буду, потому что я говорю, я себе беру это чисто на полку. И, скорее всего, даже хранить буду в запечатанном, возможно, виде. Но в целом её можно распечатать и поставить, и будет она отображать именно часы. При том, что в предыдущей версии Super Mario там было сделано так, что экранчик постоянно газ. То есть, допустим, она стоит 2-3 минуты или 5 примерно, и экран выключался автоматически. То есть, чтобы посмотреть время, вам надо было подходить к ней, брать её в руки и нажимать кнопку, и смотреть, сколько времени сейчас. То здесь можно настроить так, чтобы она постоянно отображала часы и не выключался экран. Единственное, это будет быстро, естественно, тратить аккумулятор, и её придётся постоянно перезаряжать. Хотя, наверное, можно просто тупо постоянно её держать подключенной к зарядке. Ну, тогда, скорее всего, аккумулятору будет хана, но зато будут постоянно отображать время. Но тогда будет, опять же, торчать провод некрасивый из корпуса консоли. Поэтому я бы так не стал делать, но, тем не менее, её можно теперь держать постоянно включенной. И мы её включаем, и у нас сразу тут отображается игра. А что ещё интересно, это то, что с задней части теперь у нас подсвечивается некий такой треугольничек. В общем, давайте взглянем на эту приставку поближе, и я вам покажу, что она из себя представляет. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим на внешний вид этого устройства. При ближайшем рассмотрении, допустим, сравним с электроникой. Вот так это выглядит. То есть, как видите, корпус точно такой же, как у старых приставок. Ну, и это я показывал и в предыдущем обзоре на предыдущую приставку, недавнюю от Nintendo. Единственное, здесь в задней части, как и говорил, нет вот этой ножки. Болтов поменьше, но в целом всё вот таким образом выглядит. Аккумулятор здесь встроенный, естественно, что гораздо лучше, чем батарейки, которые использовались вот в таких приставках. Вот. С этой стороны здесь у нас динамики. Располагается кнопка включения, зарядка Type-C. Ну, в общем-то и всё. Итак, включаем приставочку. Здесь, как видите, прибавилось больше кнопок относительно предыдущей версии. Значит, здесь есть Time, то есть, это время. При этом, смотрите, как отображаются часы. То есть, здесь постоянно разные сменные экраны. И вот эти экраны, они могут быть разные. То есть, периодически там разные темы появляются. Очень красиво всё это выглядит. Здесь у нас настройки, настройки громкости, настройки яркости экрана. Но сам экранчик очень яркий, очень чёткий и довольно контрастный. Здесь можно, в общем-то, настроить всё это время. Автослип, это вот, либо у вас экран выключается через 3 минуты, либо не выключается вообще. Что не было вот в предыдущей версии. Итак, по играм. Нажимаем вот сюда Game. И здесь, как видите, вот несколько игр. Здесь они могут быть, выбран язык, английский, либо японский. При этом меняется не просто язык в игре, а сама версия игры. То есть, либо японская версия, и они немножко отличаются между собой. Вот. Версия игры. Так, вот эта Зельда, это непосредственно с приставки NES у нас игра. Она, естественно, сохраняется. Причём тут даже есть обычные сейвы во время игры. То есть, не как на приставке просто, а можем сохраниться в любой момент. Это тоже инновация такая. Но это сделано, когда мы всё-таки же в противку играем. Допустим, где-то в метро сидим в машине. Если мы захотели сохраниться, можем просто вот выключить приставку, да, и там через два дня её включаем. И у нас, в общем-то, игра продолжится с того же места. То есть, но можем и в любой момент, в принципе, сохранить там за счёт комбинаций клавиш. Игра Зельда, некая такая первая RPG. Тут много разных монстров, врагов. И вполне себе является довольно культовой вещью. Дальше идёт ещё одна Зельда. Тоже с приставки NES. Она тоже вот уже выглядит вот таким образом. С видом сбоку. Как видите. Тоже довольно интересная. Уже элементы такого платформера. Тут можно разговаривать с другими персонажами. В целом у нас в детстве мне картридж не попадался вот с этой игрой. Вообще, я не знаю. Вот напишите, была ли у нас вот в детстве, когда мы играли там на Dendy, на всяких. Были ли вообще картриджи с Зельдой? Смысл в том, что картриджи с Зельдой, они были технически очень продвинутые и сложные. Там имели в себе батарейку там и так далее. И, возможно, из-за этого китайцы там не клонировали их, не копировали эти Зельды. Но на Западе, конечно, игра очень популярная. Ну, сейчас у нас тоже, в принципе, она популярная. Потому что есть Зельда, которая вышла на Nintendo Switch потрясающая. Потрясающая на портативках всяких Зельда есть. Вот. Ну, а напишите, вот был ли у вас, допустим, картридж для Dendy? Есть ли вообще таковые, допустим, с Зельдой для Dendy картриджи? Я вот, честно говоря, не знаю. Ну, так вот, в целом, такая игра. Есть Зельда, которая вообще для геймбоя. Она вот такая вот черно-белая. Потому что первый геймбой был черно-белый. Вообще, на самом деле, эта игра выходила и для геймбой колор в целом. И уже была цветная. Поэтому непонятно, почему тут записали именно черно-белую версию. Также эта игра вот на Nintendo Switch недавно вышла. Там ремастер переиздания, может так сказать. Вот. Ну, тоже с видом сбоку. Уходим, там изучаем мир. Такая некая RPG-шка с видом сверху. Очень любопытная. Тоже экран хороший, качественный. Обратите внимание, насколько хороший экран. И здесь, конечно же, есть еще игра классическая. Вот такая вот. Нужно коротов выбивать из нора. Оп. По башке. Ну, тут можно скорость менять. И вот таким образом играть в эту игру. Вот. И есть еще вот такая тема. Это некий такой таймер. Не знаю, уж нахрен он нужен, но он тем не менее есть. Вот такой вот таймер. В общем, в целом, можно ее даже прошить. Разные умельцы там ее прошивают. И закачивают сюда игры от NES, от Dendy. И можно тогда уже играть во всякие другие игры. Но я, естественно, так делать не буду. Потому что я покупал не для игры, а чисто для того, чтобы на полку такой коллекционный экземплярчик. Вот. Также вот здесь обратная сторона. Вот эта вот часть, треугольничек, он подсвечивается. Когда приставка включена. Вот. Я надеюсь, вам видно. Поэтому, короче, мне лично вот очень нравится. Особенно она классно смотрится, как часы на полке. Потрясающий дизайн. Поэтому стильная, интересная штучка от Nintendo. Как-то так. Ну, а на этом, дорогие друзья, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. А я отчаливаю, как говорится. И также новость такая небольшая. Если же в России, допустим, будет заблокирован YouTube, есть такие, в общем-то, посылы, так скажем, нехорошие. Я этого не хотелось бы, конечно. И очень этого боюсь. То есть, потому что YouTube, как правило, площадка очень интересная. И здесь, как минимум, есть огромное количество научных, познавательных, технических каналов. Каналов про разную технику или как что сделать и так далее. Но, тем не менее, если такое произойдет, то вы можете меня найти, например, на площадке Яндекс.Зен. Ссылочка есть в описании. Там ролики мои дублируются. И если хотите, можете смотреть там. Ну, а на этом, собственно, всем спасибо. Всем до скорых встреч. До свидания и пока. Субтитры сделал DimaTorzok